Значит, сегодня мы демонстрируем губернатору Саратовской области Валерий Васильевич Радаеву технику, приобретенную на выделенные для нужной службы спасения денежные средства. Прежде всего, она направлена на работу противопаводковых мероприятий. Это уже 2020 год, 2021, последующие годы. Здесь вы сейчас видите и плавсредства, которые способны двигаться по затопленным улицам, так называемые с малоосадкой лодки. Это и ПВХ-надувные лодки повышенной плотности материала, здесь и мотопомпы большой емкости и большой производительной мощности. Здесь электростанции, которые позволяют в автономном режиме запитывать различные оборудования, приборы, в том числе и медицинские оборудования при оказании помощи населения, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию в различных уголках области. Все это оборудование очень мобильно. Здесь представлены очень удобные повесные моторы, которые позволяют двигаться по затопленным улицам. Здесь находятся ПВХ-модули, модули для возведения сподвижных госпиталей, для пунктов временного размещения людей, которые отрезаны от сообщения с большой землей. Ну и остальное оборудование, освещение, автомобили. Здесь находится снегоход, который закуплен для усиления работы службы в зимний период. Он немножечко выделяется из-за того, как бы не разные техники, которые для воды предназначены. Но, тем не менее, вот этот продукт мы приобрели. На воде находится аэробисер, который позволяет двигаться по тонкому льду без ущерба для жизни и здоровья спасателей. С него очень удобно проводить водолазные работы, людям, которые провалились под лед. Вот он уйдет в город Балакова. В прошлом году нам вручил Валерий Васильевич самый большой в области двухвинтовой судно-воздушной подушки, который может вместить в себя до 15 человек, взять набор безопасно. Ну, вот все это оборудование мы сегодня здесь выставили для того, чтобы отчитаться о закупках и для того, чтобы жители, в том числе, могли увидеть, что на самом деле служба спасения продолжает оснащаться. Служба спасения продолжает получать современные образцы техники. Это не последняя закупка. Будет еще докупаться оборудование, которое будет использоваться в зимний период. Специальная одежда, специальное оборудование, ну, скажем так, более, менее масштабного формата, которого здесь пока мы еще пока не представляем. Куда все техники пойдет? Эта техника полностью расходится по области. Ну, процентов 90 этой техники расходится по области. Это и Балакова, и Откарский, и Пугачев, и Хвалынская, и Новозенская, и Ершов. Вот. Для того, чтобы оперативные службы, властные службы спасения, которые находятся на местах, оперативно, быстро, в кратчайшие сроки могли прибывать на помощь терпящим местным людям. Ну, и мы со своей стороны, проводя мероприятие «Кузакупка», мы постарались сделать это оборудование максимально универсальным. Мы его сейчас представляем как паводковое оборудование, да, на паводок 2020 года, последующие года. Вот. Но это оборудование закуплено таким образом, что оно может использоваться в повседневной деятельности 24 часа в сутки на спасение людей, животных, ну, всех, кто попал в тяжелый срок.